Девушки отдыхают Разные названия У домов разные номера Лишь развалины войны одинаковы Люди возвращались в города, которых не было На улице, которую никуда не вели В дома, которые не могли приютить и согреть Но у людей одинаковое стремление Извечное, неодолимое Вернуться туда, где родился Вырос, жил Зажечь очаг Там, где твой дом Девушки отдыхают Так ехали в тридцатых, сороковых, пятидесятых Так будут ехать, наверное, в семидесятых У каждого из них есть дом Отчий дом Но извечно желание построить свой Каким будет город, где ты остановишься Где зажжешь очаг Которому всегда будешь верен и благодарен КОНЕЦ А вам не кажется, что это время движется? А вот эту проволочку мне привез Боря Семенов Из Риги Это концлагерь Саласпилкс Вот эта проволочка Это подлинная проволочка КОНЕЦ Дело в том, что я художник по специальностям Всю жизнь я чувствовал, что это не то Это был не брак по любви Ну, а самый главный толчок Это во время войны Когда выяснилось Что это последняя архи Совершенно категорически Последняя война Больше такой гадости имерется Не будет и не может быть В это верили, по-моему, все Я в том числе Ну, я начал думать, как Восстанавливать и строить новое И я мечтал И думал Ну, и когда накопилось уже материала Так много, что я не мог его держать внутри Мне пришлось родить И я родил Однажды Ференциалист сказал о музыке Шопена Каждая нота Шопена Это жемчужина, упавшая с неба Так вот, мне хочется, чтобы Пешеград был Именно такой жемчужиной, которая упала с неба И лежит среди первозданной природы Что ж такое Пешеград, льва Артур Чайпле? Мечта? Да Реальность? Да Как и всякий увлеченный человек, он несколько опережает время Но разве так уж невозможно вынести заводы за зеленую зону Упрятать транспорт под землю И дать каждой квартире равное количество солнца и голубых далей за окном Люди здесь будут в ласково принудительном порядке Ходить пешком на работу и с работы Четыре километра в день Это не только достает удовольствие, но и повысит работоспособность И, конечно, в таком городе все будут счастливы И никто не захочет из него уезжать Куда торопятся? Куда спешат эти люди? Человека надо раздеть и посадить в душистую зеленую траву Отняв у него транзистор и прочую дару Пусть посидит он ногишом в этой изумрудной прохладе Пусть посмотрит на голубое высокое небо И послушает стрекотание к казнечкам Пусть посидит, отдохнет, успокоится И откроется ему тогда вся правда Да так, что останется он с раздинутым ртом Леонидович, что же, думаете, подумает этот человек? Ну что, естественно, Пешеграде Город, в котором пешеходы будут, а не автомобили Где автомобиль будет обузан и обезврежен Где человек будет человеком, а не роботом А не придатком машины какой-то, понимаете? Помните, я вам говорил, свадебный дворец там в центре города В самом красивом парке Накануне выходного дня Происходит торжественная регистрация браков И потом, значит, счастливая пара не одна А сразу несколько И не то, что будут их сажать в закрытый автомобиль Как у нас сейчас делают таксишки Мне сейчас на нем какие-то цветочки жалко А будут выдаваться золотые кареты, допустим, золотые Ну, не золотые, а золоченые, запряженные лошадьми И вот такой цук с золотыми каретами И когда они будут проезжать по главным улицам То весь народ будет тут скопляться И розами будут на них сыпать Ну, я себе представляю новые обычаи На всех общественных центрах будут такие архитектурные вертикали Которые будут выполнять роль колокольника И нечего бояться, что мы, понимаете, услышав колокольный звон Сразу будем Господа Бога молиться Это чепуха, конечно А колокольный звон это страшно торжественный, красивый И сразу дает ощущение праздника Пушки стреляют, колокола звонят, пушки палят И в это время встречаем знатного гостя какого-нибудь Или вообще праздник Я знаю Многие считают меня утопистом Мечтателем Дон Кихотом Но я не хочу невозможного Я мечтаю о том времени Когда человек, как ребенок, будет радоваться солнцу Синему небу Красивому цветку КОНЕЦ 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 И желание мое исполнилось. Исполнилось не только мое желание, папино желание. Всех, всех, всех. Субтитры создавал DimaTorzok Он сюда приехал в 1956 году, а в 1957 я приехала с детьми. Ровно через год, 12 ноября. Приехали мы в первый домик. Когда вот так усенькие малюсенькие дети и ездить с одного места на другое. Это очень тяжело. Очень даже. Трудно было, очень жарко было. Ни одного кустика, ни одной зеленой травки нигде не было. Кругом в пустыне. Вот ночью, если выйдешь на улицу, то как будто бы снег на площади. Люблю ли я этот город? Трудно. Трудно сказать так сразу. Этот город на моих глазах вырос. Я видел, что здесь было до того, как этот город появился. Тучи пыли, вытопленная, выжженная солнцем земля. Ни травинки, ни былинки. Ничего. Сейчас же зелень, тень кругом. Видимо, вот это все как-то и накладывает определенный отпечаток на мое отношение к этому городу. Очень хотелось бы верить в доброе будущее этого города. Но, к сожалению, будущее это, собственно говоря, есть то, что будет. И будет не скоро. И когда появятся те люди, которые по-настоящему почувствуют себя здесь, как в собственной квартире, не знаю. КОНЕЦ Для того, чтобы этот город действительно стал городом, в нем не просто должны сложиться традиции. Это, видимо, произойдет не очень скоро. Должны появиться патриоты, то есть люди, которые приехали сюда не пожить, а жить. Жить по-настоящему. Люди, для которых этот город будет домом, а не общежитие. И они его полюбят со всеми его достоинствами и недостатками. Так же, как его любят сейчас строители. Так вот, дочечка, прошли твои 17 лет. Сегодня ты прощаешься с детством. Что бы ты ни делала, не будь безразлична, равнодушна ко всему. Поняла, дочечка? Постарайтесь. Встаем? Великолепно. Я? Да. Хорошо, когда муж и жена имеют одну специальность. Вот тогда легче. А мне было трудно. Я работала 7 лет в институте преподавателем. Готовилась к защите диссертации. И все пришлось бросить. Во имя семьи и во имя детей. Так что я счастлива. Очень счастлива. Я расчастлива тем, что у меня хорошая семья. Этой семье я посвятила всю свою жизнь. Я за мужем уже езжу больше 20 лет. И уже ни один город построили. И в каждом городе остается частица сердца. Души. Вот вчера и позавчера я уже говорю, отец, не хочется мне отсюда уезжать. Потому что сын уже теперь здесь. Все корни больше. Дочь заявила, я кончу учебу. Тоже хочу сюда приехать. Как посмотришь, это город сказка. Чудесный город. Утро туманное, утро седое, Невы печальные, снегом покрытые. Не хватя вспомнишь и время былое. Вспомнишь и лица давно позабытие. Вспомнишь и лица давно позабытие. Вспомнишь обидные страстные решения. Что я испытываю, когда я приезжаю домой из этого города? То я испытываю, что я приезжаю все-таки домой, в Ленинград. В доме рождаются. И трудно, очень, наверное, трудно считать домом то место, в которое тебя просто забросила судьба. Знаете, здесь я впервые увидела лифт. Мы всем классом убегали кататься, пока он не сломался. Я привыкла к этому городу. Я здесь каждый уголок знаю. Я здесь каждый уголок знаю. И было начало, и человек посадил дерево. Но разве мог он надеяться, что в первый же день под деревом можно будет укрыться от ненасти? Те, кто начинают строить город, должны, как и садовники, запастись терпением и не искать сразу спасительной тени. Города, как и деревья, растут долго, пройдет жизнь почти целого поколения. Начало всегда трудно. За хаосом стройки надо видеть город, которого еще нет, и поверить уже сегодня в него, как в единственное место, где узнаешь все лучшее, что есть в жизни. А может быть потом потянет в другие края, и снова захочется быть первым, и еще раз пережить надежды всегда притягательного начала. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новые города порой бесцеремонно вторгаются в устоявшийся быт глухих мест и заставляют все вокруг жить по своим законам. Все дети Шенгеных уже давно живут и работают в Девногорске. И Валентин, и Геннадий, и Анатолий. А старики решили остаться в прежнем доме, где все для них родное и привычное. Но и они уже прочно связаны с городом. Алексей Тарасович работает. Анастасия Сергеевна воспоминания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что запомнилось? Так мне запомнилось, как... Этот, как его... Ужгэш стали строить. Вот только я запомнил, как стали тут плаван купать. Потом как эту... Перегораживали вот. Нищей! А то я никуда не ходила. Господи, я с горой-то мало ходила. Ага. Я, как на горе, как в сушиле была. О, видите, как их. Смотрите, колеса больше. Я их не видал сроду. Кразы, 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 кразы. Как это ездят на их. Удивительно, сильно удивительно. И что, вот, эскалатор были. Шагаешь, шагаешь эти. Я еще их пауками. Как паук тянется. Идет. А куда это не еси-то полтянуту запруживали? Какие тут вот те скалки возили? Боже мой! Прям ужас. Я обмертвел прямо уж. Потом... А, Горлов и что? Горлов, Горлов. Тоже помощник Горлов. Бочкинему. Вот. А куда заплудить, значит. И они перешли друг к дружку. И руками. Поздравствовались. И неси, знаешь, покурился. И закричали. Ура! Все тут-то. Закричали. Несей покурили. Остановись, юный друг, и дай ответ. Со вниманием послушаем всегда. Ищешь ли покой? Нет! Любишь ли стихи? Да! И пусть пока еще ты неизвестен, Но мы не зря к тебе прислали репортера. Каждый человек нам интересен, Каждый человек нам дорог. Каждый человек нам интересен, Каждый человек нам дорог. И ничего, что не прав ты иногда, Если надо, мы дадим тебе совет. Ходишь в турпоход? Да! Хочешь миллион? Нет! И пусть пока еще ты неизвестен, Но мы не зря к тебе прислали репортера. Каждый человек нам интересен, Каждый человек нам дорог. Каждый человек нам интересен, Каждый человек нам дорог. Романтика была, ребята. Была. Заменить чем-то, Новостройку, В городе, который уже построен, Очень трудно. Вы поймите, я не социолог, Не философ. Трудно сказать, Чего же все-таки не хватает парня или девушки, Когда они заканчивают стройку. Вот из моих знакомых, Из Демногорска уже уехали. Это Саня Якишонок. Уехал в Шушинскую доделку. Володя Смольков. Тот на север уехал. И Игорь Жуков. Этот уехал к себе на родину, На Украину. Ну, когда он уезжал, Сказал, Поеду я обратно Пахать. Потянул его обратно к земле, что ли. КОНЕЦ Для меня родина это ведьма-река Из детства для меня осталась маленькая речка В которой я собственной рубашкой ловил мальков Осталась бабка, которая выходит на высокий берег И кричит, руку поставит, так он, глазам, и кричит И вот эта роща осталась, потому что мы туда все время сбегали Где покурить, где муравьев позарить, где утку, которую утащили, съесть Видимо, я забыл бы эту реку и все прочее, если б не Енисей Есть один паренек, он приехал из Ленинграда Даже не гордость за славу города его привязывает к Ленинграду А что-то более глубокое, видимо Видимо, трудно сделать, чтобы Девногор стал для него вторым Ленинградом Он же молодой город, у него нет той славы Он не город-герой И, может быть, даже не будет никогда Нет той фонтанки Нет ничего, собственно У нас есть набережная, которую сделали мы своими руками Собственно, я говорю об этом, может быть, несколько пристрастно Потому что я остановил свой выбор на Девногорске И мне хочется Девногорск представить вам в лучшем виде Может быть, даже чем он есть Музыка Знаю я, что мне необходимо Мне не нужно долго вспоминать Я хочу любить и быть любимым Я хочу, чтоб не болела мать Чтоб на нашей горестной планете Только звезды падали с небес Были все доверчивы, как дети И любили дождь, цветы, лес Чтоб траву, как старь косой косили Каждый день летали до луны Чтобы женщин на руках носили Не было болезней и войны Однажды, когда мы возвращались со съемки, Нина Шабалина сказала А почему бы нам не поехали в Новокузнецк? Я там выросла Сорок лет назад он тоже был новым городом Мне отец часто говорит Приезжала бы ты домой Разве не надоело ездить? Сколько твоих подружек, одноклассниц Где-то учились, где-то работали Все вернулись Дома и стены помогают Не надо тебе ничего самой строить и делать Мы все это сделали уже Только приезжай И тебе не будет так одиноко Ну, папе дорог, наверное, этот город Новокузнецк Потому что он приехал туда Молодым парнем Сорок лет тому назад Когда штука только начиналась стройкой Сорок лет назад Я люблю очень приезжать домой Внезапно И ужасно спешу скорее все-все поставить на свои места Чтоб чемодан подальше, подальше Вечер раскладывать Мама сразу полку меня освобождает Потом сюда Самое главное, когда мы втроем Первый вечер Всегда втроем Мама, папа и я У них обязательно своя новая программа Зачем, 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 зачем ты лучше всех Зачем забыть тебя нельзя Ни розы убить, ни позабыть, ни заменить Попозднее огурчики Попозднее огурчики были Что невесту украли у нас Прямо тут украли, невесты нет Куда жених хватился, где невеста Немного поговорим, где им невеста забегала Жениха потеряла Потом поедем в Киев Самолетом, наверное, полетим Там будем снимать Все тот же фильм А потом уже у нас 1 августа Мы вернемся в Свердловску Тут я, наверное, первый раз За многое время посижу месяца два На одном месте Потому что у нас начнется уже работа Мы будем обрабатывать весь этот материал Смотреть на экране, что получилось, как Собирать его будем Вот, ну а потом опять Москва Потом новая картина Новые города Снова все дальше, дальше и дальше Они все отсюда Из этой деревни И папа, и Андрей Иванович, и Василий Иванович Дети их Но все вот уехали в город Андрей Иванович остался Я даже не знаю, почему Ну, может быть, потому, что он верен этой земле Могилам, может быть, там бабушка похоронена Дедушка По случаю приезда Нины Николаевны Сейчас 24-х ужин Самоважно Самоважно Не спеши Вот Вы знаете, в жизни Это очень интересно Да, не спеши Андрей Иванович, можно я скажу Вам несколько слов Я вам очень благодарна Что вы все сегодня Собрались за этим столом За то, что вы ко мне так Хорошо относитесь За то, что нас всех так много И что здесь еще Не самая большая часть Вот Большое вам спасибо, что вы есть Мне без вас плохо Далеко Нелегко Я благодарна судьбе Что мне так здорово повезло Что я совсем не одинок Спасибо вам большое Что вы У нас было пять девок И шестой парень Мы ехали сюда Тут ничего не было Абсолютно Все лес 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 А мама плакала Говорит Вот куда же нам Тата нас ведет И вот он нас зовет сюда И над нами все смеялись И мы даже не видели Как это все выросло Не знаю даже Вот мне уже 57 лет Моя вся молодость тут пришла Я никуда не собираюсь И все Мне лучше этот город И лучше Ой, и вам бы рассказать это Как это все начиналось Ну я Я увидела Колю Он уже ездил В Ленинград В Москву Везде побывал Приоделся Такой красивый Стройный А мне такие заветки взяли Да богат А он со мной Давай ухаживать Давай ухаживать Молодая же была Ну и смотрю Значит Все И скрутил меня Крутил За неделю В замуж взял Частье Частье Девичье Частье Не проходи ПОЁТ ПОЁТ Всегда, когда поют эту песню, мама, вот я вижу, она всегда расстраивается. Глаза так опустят, на меня немножко посмотрят. И мне вот все кажется, что она что-то сказать хочет. А Илья у нас был первый плясун, хохотун, весельчак такой песни петь любил. А с войны вернулся без ноги. Я еще помню, кто-то застучит ночью кнутовищем в окошко, заберите раненого. Это Илью на подводе с вокзала привезли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец, Илья! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПА! У нас почему-то с Ниной понимание. Она все-таки занимает, веселая такая, много интересного рассказа, очень много. Мне вот с ней просто хорошо. 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 И когда она уезжает, какая-то пустота. Просто вот тут им встал уже и кажется поговорить и посмеяться уже не с кем. В общем, я часто думаю о том, что жестоко и плохо моим родителям без меня и, наверное, было бы лучше, если бы я там была. Но иногда я думаю, что я бы пожила там, а потом бы наступил такой момент, когда я, может быть, была бы более жестокой к ним. Потому что я жила бы все время рядом и они бы видели, что я рвусь все время куда-то. И я, наверное, бы даже на них сердилась. Мне бы казалось, что они мне мешают. И вот когда папа мне говорит, переезжай к нам и все будет очень хорошо, я понимаю, что будет все очень хорошо. Но не будет моей жизни, моей работы. Итогутинhead Субтитры создавал DimaTorzok